всем привет друзья что же попросили сделать меня видосик на 85 карте на все огонь и мы давайте начнем начнем мы с силы пойдем на ловкость и перейдем на интеллект в общем первый кого мы будем вызвать это риксар давайте посмотрим что же дает ему огонь и во-первых ему огонь и дает у такой вот красивый эффект видите да классно не так ли что же касаемо ультимейта это у нас давайте посмотрим так уменьшает колдаун и увеличивает кастренч давайте посмотрим как это действует без ультимейта на ласте без вернее без аганима какой range и оттолкнула делаем вот так сейчас ребятки вернуться на место я скипну и пойдет сейчас посмотрим range с аганимом раз посмотрите просто чуть почти через всю карту ну прикольно идем дальше следующий персонаж у нас это и герд шейкер ну и р шейкера я думаю все знают как это работает на 83 это также работает и на 85 во первых поднимаем аганим у нас появляется такая небольшая красивая сигарета такая зажженная да красиво выглядит красиво выглядит ребят классно молодцы отлично но давайте перейдем к ультимейту в общем ультимейт что мы делаем эхо то тву тайм ту тайм перхиру то есть это два раза эхо отскакивает от персонажей то есть бэмэджи наносится в два раза больше с аганимом если мы его берем я думаю это принципе все знают и ничего на 85 тут не поменяли переходим дальше следующий персонаж будет у нас омник на что же делает ему омнику аганим давайте посмотрим эффектов никаких не дает это плохо давайте немного почитаем про ультимейт что же он там будет нам давать глобальный рэндж эффект в вешаться на здание и увеличивается длительность давайте посмотрим примерно смотрите у нас 8 секунд идет и если мы ультанем давайте сделаем что произойдет товара герои никого ни на кого не вешается давайте возьмем аганим и что же мы увидим сколько у нас длительность появляется длительность появляется 10 секунд уже нажимаем ангела у нас под защитой товара персонажи просто посмотрите 10 секунд и крип и дожидающий крип вот на счет крипов я если честно не знал давайте еще раз посмотрим и фигас это вообще это как глиф во второй доте получается только это 10 секунд или вы представляете как можно запушить делая вот эту тему если честно я не знал что на крипов с аганимом вешается это жестко ребят в общем это мне тема очень нравится поехали дальше а следующий персонаж которого мы будем обозревать это пивная панда давайте разберемся что же ему дают аганим но с 83 карта на самом деле ничего не поменялось я не знаю но давайте все же расскажу что да как в общем во первых не дает нам эффекта это плохо это плохо что у нас там дает способности к нашим пандам давайте разлетимся без ультима это потом разлетимся с ультима это мы посмотрим что же поменяется дэмэдж остается камень все как надо дэм кстати обратите у панды атака геройская геройская вы не видите за вебка но я вам говорю что тут геройская атака а тут просто дальний бой кстати у ближнего панды ближнего тоже дальний бой прикольно не суть сплы вы видели давайте теперь возьмем аганим и разультимся что у нас появится добавляется клэп то есть пандой можно будет еще и топать и у шторма появляется у нас пиво которое можно быть тоже закидывать вот вот так вот работает аганим на панде поехали далее следующий персонаж с аганимом это у нас тени ребят как видите ну тени думаю все знают что пути не появляется с аганимом дополнительный дэмэдж построением и сплэш сплэш дерево срывает срубать не надо ничего не надо как это было раньше на 85 карте тебе сразу все дается ты берешь тени берешь собирающим аганим и идешь упасить товара как можно сильнее и фармить крипов со сплэшем поехали далее следующий персонаж которого мы будем обозревать это у нас будет чифтейн давайте посмотрим что ему дает аганим эффекта не дает никакого давайте посмотрим по ультимейту что же он будет давать посорим длительность увеличивается немного и дизарм вешается дизарм ребят то есть понимаете давайте посмотрим когда будет работать без ультимейта кидаем ульту ой без аганима персонажи ударил на 35 процентов как и раньше била от максимального хп здоровья я не знаю смысл лист смысл стоит ли вам ну то есть объяснять как это все как все аганим работает то есть я говорю именно особенности ребят которые затрагиваются при получении аганима так что ребят кто не знает что делать аганим и просто читайте чекайте так вот смотрите повесился дизарм они не могут бить то есть с покупкой аганима время того как иными попадают у нас под ультимейт чифтейна им вешается еще дизарм то есть представьте если это будет примерно в комбинации примерно вот в такой комбинации то эти персонажи которые тут будут они будут просто замедленные во первых на 50 процентов и на дизарм лены на 6 секунд за дизарм лена 6 секунд это очень жестко на самом деле вот такой вот аганим у чифтейна поехали далее итак ребят теперь самый интересный ультимейт который с аганимом мне вот он очень лично нравится это у руфа давайте посмотрим и почитаем что же он ему дает и что это у нас появился за спелл такой в общем по эффектам эффектов никаких не дает аганим то есть так отличить визуально что не сигарем нельзя к сожалению но что же у нас появляется за обилка при покупке аганима у нас появляется такой и и ну и и ну типа глаз в лесу до дословно если прийти глаз в лесу типа глаз в лесочке что же он не вот так видимость у нас появляется в данной области действует этот спорт как бы вард и наносит 150 175 демиджа если мы ульту ем то есть как это примерно будет выглядеть то есть мы его так вот ставим здесь такого глазок который дает неплохо вижу на смотрите я отойду то есть вы понимаете когда 25 секунд и в этой области будет работать наш ультимейт если бы его нажмем то есть это глобально по всей карте будет работать то есть смотрите даже если мы сейчас возьмем вот так вот не будем ждать когда поставим еще одного здесь отойдем и нажмем ультимейт смотрите что будет происходить наносится дэмэдж и везде их вяжет этих персонажей то есть если мы подойдем тупо в холостую пульт о нем без глазочка дэмэдж наноситься не будет вот из-за глазочка дэмэдж наносится но это такой фикс небольшой но как бы как сказать фикс это можно сказать даже не фикс это жесткая рабочая такая метовая тема потому что можно идти в лес просто закидывать этими глазками всю карту то есть вы представляете всю карту будет видно если это делать и это очень жестко потому что это получится ультимейт тоже работает по всей карте и можно можно даже так леса фармить как я сейчас вам принципе показал то есть секторе нам допустим с рефреша можно будет просто вы фармить лес за 2 секунды причем у иными даже забирая их золото и забирая как бы у них вот это преимущество но есть и минусы у этой темы вот этот глазок несмотря на его небольшой в принципе кд он очень легко рубится обычный топорик то есть если кто-то срубит это дерево то глазок сожалению пропадает и все и нам нужно будет его перебав ну так вот прикольный ультимейт с аганимом у нас у руфа поехали далее следующий кого мы будем обозревать по аганимом это алхимик многие спрашивают а зачем алхимику аганим зачем ему его собирают на 85 карте вы что дурачки нет ребят вообще смотрите все довольно таки просто давайте почитаем сами типа можно дать соизнему персонажу аганим септер вот тупо написано это причем будет давать определенные такие бонусы в общем давайте посмотрим у нас появляется аганим в инвентаре он у нас становится кликабельным то есть мы можем смотрите вот допустим риксар у нас ты без аганима ультимейт его можно улучшить мы берем нажимаем бинт опа и отдаем аганим причем слот у него не забивается также даются статистики появляется просто статус то есть вы представляете алхимик может давать полноценный седьмой слот не забивая вот эти слоты то есть это полноценный предмет который будет работать у союзников также можно его баф над себе но себе ничего нибудь давать будет просто баф будут плюс статы и в принципе все все что нужно знать об аганимах на 85 карте на алхимике поехали далее следующий персонаж которого мы будем смотреть это у нас clockwork давайте посмотрим что же ему дает огонь и в общем для начала давайте посмотрим появляется красивый такой эффект появляется такой хук шотик красивенький давайте посмотрим по описанию что же у нас поменяется в принципе маленький колдаун просто становится но как бы на 83 по ума немного работает по-другому потому что я помню что без аганима нельзя было шотаться на персонажи которые стоят в лесу ребят вот это изменение на 85 и что же у нас еще на 83 менялся range хук шота в общем на 85 это все немного поменяли просто поменяли колдаун и все 12 секунд колдаун можно мобильно очень круто перемещаться то есть надо нам туда надо нам сюда мы просто берем и перемещаемся у нас 12 секунд на то чтобы юзать хук шот со 150 маны мы можем выжать очень жесткую мобильность вообще ребят такого-то гоним на 85 следующий персонаж которого мы будем обозревать это хускар у нас давайте посмотрим что же ему дает огонь и во-первых дает такой красивый эффект что хускар у нас становится заряженный дерзкий и касаемо самого ультимейта это у нас жесткое снижение колдауна и увеличение увеличение нет не того самого чего вы могли подумать и увеличение дэмэджа таргетного на персонажа на которого мы будем культить которая будет равняться уже не 35 а 65 процент то есть представляете просто можно вот смотрите сейчас что я сделаю с детком с этим вот смотрите 65 процентов дэмэджа ему нанеслось то есть это жестко я не знаю это просто реально жестко давайте сейчас посмотрим а зачем я пишу рефреш непонятно без агонима какой дэмэдж детку нанесется смотрите разница ощутима то есть почти ваншот и не ваншот из получается агоним на хускаре это очень профитно во первых мы сможем перемещаться в драке вот таким вот образом то есть если там у нас бьют бьют мы такие а нет надо убежать немного и пробегаем по крипам я не рассказать и так делал это очень прикольная ребят так что агоним на хускаре маст хэв что же следующий персонаж у нас который будет с агонимом это у нас феникс что дает агоним фениксу во первых эффекта к сожалению никаких не дает это минус нельзя отличить если у феникса какой-то сторонний софт скажем но не суть в общем что у нас дает агоним мы можем дополнительно еще брать кого-то с собой яйцо у нас кнопка ультимейта становится такая таргетная и если допустим персонаж какой-то из тиммейтов у нас хопанул неплохо в драке то мы можем его забрать с собой забрать с собой в яичко и захилиться полностью то есть вот как-то будет это работать вот так вот как видите персонаж у нас будет фул хоповый но если яйцо разобьет с нами двумя то два героя погибли есть одна особенность на таком персонаже как тускар у него не горит никакой из никакая их способности но агоним ему тоже собирается и добавляется еще одна способность это пинок как это будет выглядеть примерно вот так прикольно наносит небольшой дэмэдж и станет на одну секунду ребят также замедляет замедляет на 40 процентов в течение пяти секунд наносит 200 200 дэмэдж то есть ну так прикольно если честно прикольный спелл в сочетании с некоторыми персонажами такими как допустим ну может это будет сикер кидаешь раптуру но во второй доте я такую тему видел и дальше раптуру и просто пинаешься как в принципе как и во второй доте вот такой вот у нас агоним есть этот агоним не показывается на персонажи так что ребят имейте в виду если не показываться не значит что нельзя собирать следующий агоним у нас это агоним на легион команды и посмотрим что дают легион дерется до тех пор пока он сам или цель с которой он дуэлица не умрут в общем как это работает то есть дуэль будет продолжаться неопределенное время а пока кто-то из этих двух персонажей не умрет то есть чтобы вы понимали дуэль будет бесконечная по другим словам понимаете и это очень жестко сейчас мы проверим некоторые фишечки и поедем дальше чтобы вы понимали не знаю насколько работает раньше на во второй доте этот range равняется двум тысячам разрыва между персонажем который дуэль лица нужно будет еще чуть позже затестить можно ли оборвать дуэль если мы отправим энерми персонажа на базу или просто будем его хукать там на пуджах или на прочей теме то есть будет ли легион дальше идти как видите он прошел через текстуру у нас это жестко это жестко будем эту тему тестить просто не с кем не сейчас этим заниматься затестить нормально и но вот агоним дает вот такую вот особенность которую я уже рассказывал поехали далее следующий агоним который мы будем обозревать это агоним на резраке все мы знаем что у резрака ну или не все и как у нее вообще работает скиллы все мы знаем в общем что у него чистый урон с ультимейта и вот вторая пила у нас появляется если мы собираем агоним выбросить мы этот предмет не можем на легионе мы это можем сделать также не можем на теникища выкидывать и на рухе но это не суть не суть сам смысл что у нас появляется у нас на буковку с появляется вторая пила то есть два чистых дополнительных дэмоджа появляется не 21 чтобы вы понимали абсолютно такая же идентичная пила с таким же калдауном с таким же монодрейном персиконда персиконда то есть можно допустим комбинировать это плюс будет будет замедление складываться то есть чтобы вы понимали это очень дерзкая тема но не знаю почему то никто не собирает агоним на данного персонажа я не знаю почему ребят не знаю но это или очень бомбовая тема типа с агонимом на резераке это реально круто поехали далее следующий агоним которого нас будет собираться это будет агоним на панде тоже так же как и у тускара никаких познавательных знаков нету что будет у нас тут какая-нибудь дополнительная способность или еще что-то будет улучшаться но в общем чем смысл мы превращаем в камень нашего союзного персонажа которого мы принципе можем мы можем заточать в общем его в камень также можем заточать в камень иными персонажей по окончанию вот этого можно сказать каста мы будем не бейте и делаем вот так отталкиваем куда-нибудь туда то есть имеет а мы плюс еще будет у нас наноситься 300 дэмэджа причем среди как далеко она улетела это серьезно то есть все она в камне и наносится дэмэдж по выходу из камня то есть это очень классная тема потому что мы можем любого персонажа вот так куда-либо закатить то есть в толпу к нам то есть вообще пофиг абсолютно пофиг очень полезная тема жаль я не играю на этом персонаже не знаю почему дальнейшем планирую если честно им заняться этим пилс персонажем полностью и будем учиться вместе на нем бахать потому что с того момента как он вышел еще в какой-то миллионной там доте то есть я вообще на этот персонаж здесь даже не садился хотя он очень неплох ребята это просто недооцененный в моих глазах персонаж потому что отличный роумер отличный гангер во второй доте это вообще супер помощник но несу это первая дота поэтому поехали на следующий персонаж следующий персонаж которого мы обозреваем это у нас акс в общем у акса в принципе ничего тоже так также ничего не поменялось как с 83 в общем у нас появляется порог чуть больше при получении аганима порог убийства сразу ну ваншота до добивания то есть как бы вы знаете как ультимейт работает у акса и вот так и уменьшается колдаун плюс дается вот такой вот эффектик красивенький при покупочке и мы можем добивать уже с порогом 550 они 400 на вас тлайвале раньше кстати по ума 650 был тот порог плюс еще у нас качественный колдаун 6 секунд можно это будет делать допустим на пуш также на пушки на пуш в общем важные моменты можно будет ускорить всех своих союзных союзных персонаж как персонажи союзных героев я бы сказал вот и посмотрите я щас добью на всех вешается такой баф но он и так вешается не суть в общем на пуш можно будет это делать в общем реализация может быть по сути грандиозно реально вот вообще опасной мощи в общем не суть ребят короче смысл такой что аганим абсолютно на аксе никак не поменялся и что и колдаун колдаун ездок колдаун то есть если мы ошиблись кого-то не добили ультиматность не откатился но у скалды 6 секунд и нам плевать то есть мы можем также дальше пытаться раздавать поехали далее следующий аганим который мы будем обозревать это у нас аганим на думе что же он делает ребят давайте просто посмотрим что увеличивает длительность и убирает пассивные способности на цели на которой применен данный ультимейт то есть отключить пассивку мордры там допустим отключить там пассивку легиона с ларка то есть не суть да вообще дум ультимать дума это вообще это это просто имба вещь какие есть особенности давайте посмотрим особенности по визуальному оформлении никаких не добавляется но есть такая тема сейчас вам скажу давайте прокачаем ультимейт что у нас по урону урон остается такой же да но это на самом деле по моему врань и но я не помню как работает на 83 но на 85 возможно даже пофиксили немного ультимейт точно сказать не могу потому что обычно писанина которая тут вот пишется она может различаться и не знаю почему то есть на 1 дату уже давно никто не занимается и вот эту писанину я видимо думаю никто не редачит потому что с покупкой аганима на 83 карте увеличился очень сильно урон а тут я не вижу чтобы что-то менялось по надписям то есть написано 50 дэмэж в секунду но мне кажется это такого быть просто не может давайте посмотрим спаунивание тралов и идем кидать дуб с аганимом и без аганима закинем крипом в общем давайте так действительно носят по 50 дэмэджа с аганимом странно и и закинем так также наносит да дум тут немного пофикшен ребят но смысл остается принципе тот же работы тот же смысл работы странно странно очень странно как на 85 это работает на 83 карте я точно знаю ребят что дум идет бесконечно а тут дум как будто его пофиксили но вот понимаете еще раз повторюсь что вот это вот писанина может различаться то есть видимо на 85 карте все же внесли изменения что аганим у дума теперь висит не постоянно не вечно как это было на 83 карте то есть как напомню как на 83 карты кидаешь дум и если ты находишься в определенном ауе с персонажем на котором висит дум дум на нем не заканчивается и дико дамажит то что там просто смерть просто смерть то есть он думает будет идти бесконечно а тут как видите просто длительность дума на одну секунду добавляются и типа никаких дэмэджи не добавляется просто убираются все обилки но то есть это по моему фикс фича фича фикс по фикси на такая фишка вот небольшая у нас получилась в общем вот что касаемо аганима дума на 85 карте скорее всего он тут урезан надо будет просто еще потестить в игре потому что реально тут может быть вот смотрите тут написано видите типа 900 типа 900 рейнджа если расстояние превышает то типа дума продолжается и типа он не считается если в этом рейнджа кто-либо ну находится здесь из противников под думом то есть все же это тут остается но почему-то на нейтралов это сейчас не работало как видели просто это должно работать на нейтралов непонятность честно в общем походу на 85 все работает нормально просто на нейтралов она работает немного по-другому то есть как то так в общем давайте затестим я не знаю ребят напишите в комменты работает ли дум на 85 карте бесконечно по моему работает все же вот я склоняюсь к тому что работает потому что ну на нейтралах вроде как не работает но нейтрала есть нейтрала я не знаю кто дум кидает с нейтралов только раки ладно не суть в общем написано вот тут по писанине что до 900 рейнджа в 900 рейнджа если кто-то разойдется с думом то соответственно ульт будет заканчиваться а так видите да я помню на 85 карте я ровно с ларкой с дум за мной бегал просто и я умирал в общем ребят аганим работает если в 900 рейнджа кто-то отходит на ком дум на того дум идет то есть если там прошло 12 секунд на 12 секунд застывает если дум подходит на 900 рейнджа ближе если дум отходит пошло опять 11 секунд 10 до окончания и так далее в общем ребят вот такая вот тема с аганимом у дума поехали дальше следующий аганим у нас будет на на иксе ребят у на икса тоже так же нету никаких опознавательных знаков на то что у него что-то улучшается хотя вот тут написано хотя то-то до поднятия гоню не было ничего написано ребят держите в курсе в общем что дает может типа свалов свалов если мы расследует если это смотрит то поймет очень можно запихнуть себя союзника и но я не могу управлять им дальше не могу управлять персонажем из-за того что я сижу сейчас в соло и пищу это ребят в общем чем смысл мы можем лайксом запихнуть себе какого-нибудь союзника и лайксом уже непосредственно залезть залезть в какого-нибудь еще персонажа то есть получается вот идет один хаос а там на самом деле 33 вот не вот так вот вот а вот так вот там три на самом деле персонаж то есть это очень прикольно я помню видосики по второй доте когда баратрум бежит там найкс короче и в найкс еще кто-то сидит то есть они бегут врезается в кого-то и бах такие цветочек раскрывается вот этот найксовый там хопа такой там думал смотрите с палкой кастует уже что-то радуется чтобы вы понимали это это прикольный спелл то есть еще плюс найкс залазит то есть это это или жестко так ли жестко но к сожалению соло затестить я это не могу потому что забивается в общем ребят такой вот агоним на найкс поехали далее следующий агоним который мы будем обозревать на героях это у нас абадон ребят в общем у абадона что делает агоним в общем в драке если наши тиммейты хапают дэмэдж в ауешке 900 если у нас мало хп мы просто забегаем туда в толпу нажимаем мультимейт и весь дэмэдж который наносился нам союзным персонажем в ауешке 900 в 50 процентном размере будут возвращаться нам то есть то есть понимаете как то есть не обязательно бить будет абадона то есть абадона как правило когда он юзает ультимейт его старается никто не трогать чтобы не захилить а с агонимом у нас это будет работать по другому то есть если у нас лоу хп и идет драка у нас персонаж будет так и так захиливаться если же будут просто менять цель к атаке то есть я надеюсь вы поняли суть работы агонима на данном персонаже но довольно таки неплохо работает ну интересно то есть реально интересно работает то есть если у нас какие-то персонажи тут будут хопать а у нас там недостаток хитпоинтов у нас персонажи этих опать конечно же не будут они у нас сильные слишком вот то есть смотрите я примерно нажму ультимейт если никого не бьет понимаю ладно пойдем так вот сделаем сделаем вот так вот вот бьет у нас персонажа я назову ультимейт и убьют tower и меня начинает хилить то есть 900 ауе будет это так работать в общем ребят надеюсь я примерно объяснил вам как это работает поехали на next агоним следующий агоним который у нас будет это будет агоним на баланаре визуально нам дает такой вот эффект появляется у нас летучие мышки прикольно но а так что же нам делает он улучшает нашу третью способность как это будет работать давайте и за ним ночь что поменялось ничего в принципе все работы также но с поднятием агонима мы становимся просто ходячий вордом во второй доте же это немного работает по-другому мы снижаем всем вишен иными персонажем то есть товара вот так вот начинают видеть они вот так вот ночью то есть чтобы понимали но на 85 это работает не так к сожалению это мне очень сильно не нравится потому что такое такой фикс был бы классно на самом деле баланар был бы более кликабельным что ли в нормальные игры но он и так в принципе пользоваться популярностью я не скажу что это плохой персонаж на в общем агоним ему классно тема я не знаю почему ему не собирает вот и представьте просто кого-то надо загангать кто-то пытается играть от тумана войны то есть начинает мансовать вот в деревьях а мы все видим нам все равно то есть ребят чтобы вы понимали это очень большой плюс в игре плюс если мы возьмем гем и пойдем вот сюда то мы будем типа ну просто вы сами видите что не любой никакой вард вообще от нас не скроется мы просто оставим противников с черной картой будешь счастливой и все и они проигрывают то есть это очень классный агоним давайте дальше следующий агоним это у нас агоним на пуджа в общем ребят но и не кажется нет смысла рассказывать что дает агоним на пуджа потому что все знают что он делает у нас появляется такая тема мы когда кушаем мы начинаем отхиливаться как это работает чем больше мы наносим дэмэджа на иными тем больше нам возвращается то есть идет дэмэдж за три укуса от нашей силы чем больше нас силы знаете да чем больше силы тем больше ответственность вот и так это работает у пуджа то есть если мы начинаем кого-то жрать зависимости от нашей силы наносится урон он как-то как-то там преобразоваться то есть именно от силы от нашей силы жрёст то есть есть такая тема если мы долго играем так в лейт-гейминге там жестко мы можем схавать тупо саппорта сразу тупо за ультимейт плюс еще мы отхиливаемся возвращаемся и хип равноценно тому сколько мы нанесли но то есть я думаю это все знают и нет смысла обозревать этот агоним поехали дальше следующий агоним который мы будем обозревать это агоним у нас на леорике что же он нам будет давать ребят также как и на остальных персонажах на таких как у нас тускар был кто еще панда земляная на них к сожалению не показано что можно собирать агоним но вот к чему я что нам будет давать агоним леорику то есть чтобы вы понимали давайте сделаем так смотрите что у нас получилось наш баланат не умер он также двигается но в течение 7 секунд также мы можем жать способности все абсолютно в течение 7 секунд и потом только будем умирать вот смотрите хаос хаоса нас еще живет может нажать ультимейт но есть и погрешности у нашего агонима в общем давайте почитаем что там на 7 секунд до на 7 секунд наш персонаж как бы он не умирает он остается жить еще 7 секунд и и только потом умирает видите то есть в это время пока мы живы мы еще также дамажим но двигаемся с меньшей скоростью передвижения но можем юзать все способности то есть это такая тема знаете блин я не успел нажать тут уже такой не прокатит тут вы стопроцентно что-либо нажмете в течение 7 секунд но к сожалению точно умрете уже точно умрете уже конкретно вам скажут братан ссори тут не вариант и вариант то есть как бы вот такая тема на нас вешается замедление когда мы переродились можно так сказать когда персонаж типа как бы умер но он не умер также ребята это будет работать и на ли о реке если же он умрет в течение 7 секунд мы также будем бегать вот смотрите странно но на него не не вешается хотя или я могу путать со второй доты что замедление тут может быть вообще не вешается может это именно по фикшена во второй доте скорее всего это так работает во второй доте ребят в общем аганим на леорике это классная тема давайте повторим что нам дают в течение 7 секунд персонажи союзные которые умерли в ауе 900 рядом с леорика они не умрут в течение 7 секунд еще и можно нажимать все способности и бить таким же дэмэджем как у нас вот сейчас на данный момент вот это вот такая тема замедление как я понял здесь не вешается то есть мы можем также быть мобильными также передвигаться как и передвигались и принципе все а сам аганима на леорике поехали следующий аганим смотреть следующий аганим которым мы будем обозревать это аганим на дирге вы просто посмотрите на нашу силу сейчас 132 сил 182 сил и это каждые четыре секунды мы можем воровать по 10 силы по 10 силы за один дикей чтобы вы понимали в драке в каждые четыре секунды мы можем лишать силы персонажей я не знаю блин это настолько имбово ребят на 85 карте аганим на дирге это жестко раньше на 83 что он довольно он давал нам амплификацию на ultimate то есть мы могли то есть ты что такое амплификация давайте может разберем может кто-то не знает то есть на 30 процентов больше иными персонажей будут получать урона больше то есть там по моему по моему на десять процентов увеличился то есть на 40 процентов или на 45 уже была амплификация то есть те кто рядом с зомбиком получают урона 45 процентов выше это фигня вот дикей это реальная тема то есть мы будучи находясь просто вот таким бомжом идем просто в драки и снимаем у всех силу одна сила равняется 13 хит-поинтам держите в курсе 13 хит-поинтам которые мы забираем себе и лишаем их врага на сколько на 40 секунд то есть каждые четыре секунды мы снимаем 10 демж это только на одного персонажа 10 вернее 10 сил то есть если персонажи там много четыре персонажа 23 персонажа не важно то есть мы даже если за нами бегут на ло хп вы просто представляете какая вариативность мы бежим кинули дикий ага хильнулись немного на лишили то есть мы можем так жестко накалять жестко накалять тебя в общем с покупкой аганима мы можем ворвать силу больше поехали следующий аганим который мы затронем это аганим на баратруме ребят что же он делает я думаю знают многие то есть когда мы костум ультимейт относит всех в радиусе в определенных 250 а у е вешаться на всех этот эффект и наносится дэмэдж ну равны как обычно 30 34 процента от нашей скорости передвижения вот такой вот у нас аганим на баре дает эффект также еще калдауна становится намного меньше то есть мы можем в принципе и на дэв это использовать будем на крипов кастовать то есть ну в принципе полезный полезное гоним но мне кажется все же не имеет смысла ему собирать хотя может это представьте смотрите мы пока мы до сюда добежим там подрались где-то ульта нулю отойдем пока будем брать обратно бежать у нас уже ультимейт в принципе откатится а ультимейт как правило мы знаем что это у нас такая вариативность что если у нас есть ультимейт то это стопроцентный фраг надо попробовать ему собрать аганим ферстом и посмотреть действительно будет ли это классно и профитно поехали на следующий аганим следующий аганим у нас будет аганим на крикса леса что же он будет давать во первых он дает такой красивый эффект песочка мне он если честно очень нравится один из самых красивых эффектов касаемо ультимейта он снизит у нас калдаун калдаун монопул у нас монокост вернее остается у нас такой же и увеличивает пульсы пульсы то есть смотрите так у нас на ласт левеле у нас получается 10 пульсов а с аганимом у нас получается 12 пульсов и меньше калдаун очень неплохой на самом деле аганим для персонажа который просто может массово разносить в общем это у нас получается уже крайний персонаж из силы ребят которого я сегодня вам по обозревал в общем на этом мы остановимся next там если зайдет вам это видео я могу сделать обзор на персонажей из таверны ловкости обязательно пишите в комментах и давайте попробуем набрать хотя бы 150 лайков на эту тему и посмотрим какие у нас далее будут аганимы идти на каких определенных персонажах они как будут работать какие есть особенности и какие добавляют эффекты обязательно пишите в комментах что еще нужно добавить и может быть я что-то упустил потому что работа емкая и интересно всем спасибо за просмотр и давайте эти ребятки напишите в коментах обязательно что нужно добавить и действительно зайдет ли вам такая тема все 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 Продолжение следует...